Всем добрый день! Коллеги, мы в эфире в четвертый раз с дискуссионным клубом Центра устойчивого развития МГИМО, и наша сегодняшняя встреча посвящена открытию новой магистратуры по направлению менеджмента устойчивого развития, которая открывается с 1 сентября 2021 года на базе школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. Я представлю себя в первую очередь, много регалий, много наименований, но постараюсь все-таки сказать самое важное. Первое, я научный руководитель этой магистратуры, которая называется менеджмент устойчивого развития. Помимо этого, я доктор наук, профессор и преподаю дисциплины, которые связаны с управлением рисками и страхования, начиная с 1994 года. Пусть вас это не удивляет, такая проблематика существовала всегда, хотя, может быть, ряд наших слушателей на тот момент времени еще и не родился. Но у истории, скажем, достаточно длинный путь до того момента, когда все приходит к новому этапу развития. Помимо этого, я научный руководитель Центра устойчивого развития, ну и, собственно, наверное, главный инициатор и модератор дискуссионного клуба по всем тем направлениям, которые мы пытаемся представить для наших слушателей. Наш сегодняшний выход в эфир достаточно необычный и у нас сегодня довольно необычная панель спикеров, которая призвана показать нашим будущим магистрантам, во-первых, важность этого направления обучения, во-вторых, показать те новые компетенции, которые востребованы на самых разных уровнях государственного управления, деятельности компаний, управления региональным развитием, городской инфраструктуры и так далее. То есть эта повестка, на которой начала формироваться еще с 2015 года, в последнее время получила очень активное обсуждение и в российской прессе, и в российских органах государственной исполнительной власти, появляются новые законы. Ну и вы знаете, что климатические риски оказались единственной темой, которая смогла объединить президентов нашей страны с президентом Соединенных Штатов Америки и привлечь к этой дискуссии первых лиц всех заинтересованных государств, включая основные страны Европейского Союза, и в более широкой повестке. Соответственно, понимая ограниченность моего сегодняшнего участия с вами, потому что я должна быть на ученом совете МГИМО, я постараюсь сразу ответить на некоторые вопросы и сделать короткое представление программы, в чем будут состоять основные направления обучения. Мы понимаем прекрасно, что как бы нам не хотелось сразу вовлечь всех в формирование компетенций, связанных с устойчивым развитием, тем не менее базу программы все-таки составляют основные дисциплины менеджмента. И это стратегический менеджмент, это вопросы оценки и управления рисками, это корпоративное управление, это финансовый и экологический менеджмент. Вот это та база, которая, на наш взгляд, может дать достаточно хорошую основу для того, чтобы перейти к специальным направлениям, связанным с устойчивым развитием. И поскольку само слово «устойчивое развитие» у всех вызывает очень разные ассоциации, первый специальный блок в программе как раз посвящен концепции устойчивого развития в понимании формулировок организации Объединенных Наций достижения тех 17 целей устойчивого развития, которые вы можете видеть в том числе и за моей спиной, которые продемонстрированы на основном, скажем так, плакате, который связан с деятельностью Центра устойчивого развития. Второй блок специального образования, тот, который должен получить и правильное представление в программе, и дать вам возможность ознакомиться с основными инновациями в зарубежном законодательстве, действиях, которые приняты национальными правительствами, начиная от Европейского Союза, Китая и теперь уже Российской Федерации в области мировой энергетики и декарбонизации. Международная энергетическая безопасность, вопросы устойчивого развития в топливно-энергетическом комплексе, экономика возобновляемых источников энергетики и так далее. Для преподавания этих дисциплин мы используем как профессорский преподавательский состав МГИМО, так и привлеченных специалистов, которые работают в соответствующих, скажем так, направлениях. Вы сегодня услышите некоторых из них. Следующее направление, на котором в рамках устойчивого развития и терминологии ESG необходимо остановиться, это так называемое зеленое финансирование. На самом деле это очень большой блок вопросов, который был инициирован Банком России климатическим докладом прошлого года и поставил совершенно новые задачи в двух направлениях. Первое — это влияние климатических рисков на деятельность банков и страховщиков, и в этой связи необходимость учета климатических рисков в оценивании кредитспособности в long-term клиентов банков и страховщиков. И одновременно с этим Банк России поставил достаточно серьезные задачи, которые связаны с изменением корпоративного управления и адаптацией, инкорпорированием вопросов стратегического управления практически всеми российскими акционерными обществами, вопросы, которые связаны с устойчивым развитием, вопросы, которые требуют инкорпорирования во внутренние процессы управления компанией, постановку целей, которые связаны с декарбонизацией, которые связаны с достижением, скажем так, вопросов, с достижением, ну даже уже не вопросов, с достижением уже и результатов того, скажем так, внутреннего социального инвестирования, которое должны делать компании, И, соответственно, управлять этими рисками, как рисками стратегическими, с достижением которых связаны перспективы деятельности компаний. И на прошедшем Гринфоруме, который был у нас 16 апреля, мы имели возможность услышать как минимум две очень впечатляющие презентации российских металлургических компаний, которые инкорпорировали задачи устойчивого развития в свою стратегическую политику. Цели установлены до 2030 года, и, соответственно, они весьма конкретны, и в том числе это станет тематикой наших мастер-классов, которые руководители этих компаний, и не только этих, будут вести в рамках занятий на этой магистратуре. Как человек, имеющий достаточно хорошее юридическое образование, могу сказать, что одним из элементов системы вашего образования будет и практика в понимании того юридического регулирования, правовой повестки, которая связана с устойчивым развитием. Это очень широкий спектр вопросов, начиная от декларации организации объединенных наций, заканчивая внутрироссийским регулированием и вопросами, которые, скажем так, связаны с достижением баланса в законодательных требованиях различных стран по обеспечению задач декарбонизации. Не последнюю тему играет оценивание того самого экологического вреда и ущерба. Кейс «Норильский никель», который мы рассматривали на нашем последнем дискуссионном клубе, в этом плане является весьма показательным. Но это, скорее всего, только пример того, как в будущем, и, собственно, это точно так же прозвучало в обращении президента к федеральному собранию, как будут рассматриваться подобного рода инциденты Росприроднадзором для достижения цели устойчивого развития. И это тоже элемент корпоративных стратегий, которые должны быть учтены в том числе и вами. Соответственно, более подробно вы сможете услышать проблематику, которая связана с содержанием направления магистрских дисциплин от наших уважаемых спикеров. Сейчас буквально пару слов об условиях приема. Вступительные испытания, предусмотренные по конкурсу «Портфолио», и, соответственно, собеседование по специальности и иностранный язык. Понятно, что эти три направления являются, эти три, скажем, испытания являются достаточно стандартными для магистратур по менеджменту. И, соответственно, минимумы в данном случае — это наличие диплома, буталавра или специалиста. На текущий момент времени все магистратуры, связанные с направлением менеджмент, являются платными. И стоимость обучения за два года составит 840 тысяч рублей. Мы ищем сейчас поддержку грантами. Возможно, нам удастся решить это в достаточно ближние сроки. И постараемся, соответственно, для лучших магистрантов сделать такую возможность по, скажем так, снижению финансового времени, которая связана с освоением лучших практик в области устойчивого развития. Условия поступления можете увидеть на процедуру поступления. Вы можете увидеть на сайте магистратуры школы менеджмента, школы бизнеса и международных компетенций. В принципе, они сводятся к тому, что до 21 июня вам необходимо подать заявление в электронной форме, которое будет доступно с 1 мая 2021 года. Ну и сейчас я с удовольствием представлю вам панель наших спикеров. С удовольствием представляю выпускника МГИМО Илью Мельгизина, помощника Советника Президента по вопросам изменения климата. Я с удовольствием представляю Марину Сотову, генерального директора Тюрих надежное страхование, компанию, которая входит и работает в России под международным брендом Тюрих. Марина наш давний эксперт, принимая участие во всех наших дискуссионных клубах. С удовольствием представляю Арсена Вартаняна, также выпускника МГИМО. Если позволите, представлю по-английски. Head of United Nations Collaboration Unit, Food and Agriculture Organization of the United Nations. И, соответственно, у Арсена для вас будет еще и дополнительно очень важная информация, связанная с тем, что вы можете сравнить компетенции нашей магистратуры, которая откроется с 1 сентября, с аналогичными, немногими, в том числе и за рубежом, нам известна бизнес-школа в Гренобле, университет в Утрихте. Но на самом деле это считанное количество специализированных направлений по подготовке менеджеров в области устойчивого развития. Ну и, наконец, также выпускникам ГИМО Дарьи Михайлова, менеджер по развитию ESG-практик компании «Уралкалии». На всем прощаюсь. Надеюсь, вернуться к завершению вашей дискуссии. И передаю слово Илье для того, чтобы рассказать, в какой степени и в каком формате необходимы те компетенции устойчивого развития, о которых мы столько много говорим сейчас. Пожалуйста, Илья. Добрый день. Я на самом деле это большая честь присутствовать на данном заседании дискуссионного клуба. Мне кажется, это уникальная площадка для того, чтобы объединять как студентов, так и практиков, как и научное сообщество и обсуждать действительно насущные проблемы устойчивого развития. В отношении магистратуры я бы хотел позволить себе рассказать два взгляда со стороны студента, недавнего студента бакалавриата и студента магистратуры МГИМО, и со стороны государственного служащего. С первой точки зрения важно понимать важность такой субстанции, в которой на самом деле весь современный образовательный процесс в России находится, это реалии баллонской системы, баллонского процесса. В чем большое преимущество, это в том, что специалисты получаются весьма разноплановыми, чего и требует современная экономика. Что это значит? Что вы не только получаете, скажем, образование эколога или образование специалиста в области международных отношений или экономики, но также с помощью дополнительных ступеней образования, это может быть магистратура, вы можете дополнительно получать какие-то новые знания и таким образом овладеть вот этой междисциплинарной специальностью, которая, во-первых, позволит вам на рабочем месте решать более широкий круг вопросов, а во-вторых, попросту может способствовать тому, что у вас вырастет зарплата. Это немаловажный компонент. И здесь появление магистратуры в области устойчивого развития, оно, несомненно, поможет специалистам, кто, допустим, овладел международными отношениями или экономикой. Они в рамках своей первой специальности бакалавриата обладают значительным знанием в области собственных дисциплин, но при этом они видят усиливающиеся тренды в области устойчивого развития, и они могут захотеть получить дополнительное образование для того, чтобы быть в курсе этих трендов и каким-то образом ими управлять. В этом плане, мне кажется, это магистрское направление может не только привлечь к себе экологов, которые захотят получить дополнительные знания, но также и специалистов из широкого круга других областей, в том числе право, о чем Капиталина Евгеньевна сегодня говорила. С точки зрения государственной службы ситуация обстоит схожим образом. На самом деле сейчас в стране, по тем сигналам, которые мы получаем от представителей бизнеса, от представителей некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, мы видим значительный недостаток кадров, которые бы понимали вопросы изменения климата, вопросы ESG-практик, устойчивого развития. Что это значит с точки зрения государственной службы? Как известно из просто экономической теории, государство создано, существует в том числе для того, чтобы решать фиатское рынок, о котором также и относятся вопросы общественных благ, вопросы охраны окружающей среды, противодействия изменению климата. И в условиях, когда на государственной службе не хватает специалистов по каким-то вопросам, такое эффективное управление, к сожалению, невозможно. Это приводит к тому, что те документы долгосрочного планирования, те какие-то законы, нормативно-правовые акты, они получаются в какой-то степени несовершенными. И это, конечно же, зависит в том числе и от степени подготовки кадров от ведущих университетов, от научных институтов и от того, какие кадры приходят на государственную службу. В практическом выражении это означает, что выпускники магистратуры по устойчивому развитию, менеджмент в области устойчивого развития, на них уже есть большой спрос со стороны потенциальных работодателей. Я знаю, что бизнес очень охотно нанимает и хантит этих специалистов, но также и органы государственной службы. Это, на самом деле, несколько иной фронт работ. То есть, допустим, чем мы в администрации президента занимаемся в параде советника президента. Это выработка долгосрочных каких-то моделей развития государственной политики. Это создание регуляторной базы, по которой будет жить общество и бизнес сегодня и завтра. Это переговоры с нашими иностранными визави. И это широкий круг вопросов, на которые, на самом деле, прямо сейчас сложно получить образование. То есть, вам необходимо приходить на работу и чему-то новому учиться прямо там. Что, конечно же, иногда не совсем удобно, потому что все-таки новость сотрудника означает, что вы должны внести какую-то добавленную стоимость. И я полагаю, что тот приток специалистов, который образуется в том числе исходя из выпускников администрации в области менеджмента устойчивого развития, на мой взгляд, он в определенной степени может эту проблему решить. Но в сухом остатке могу заявить, что потребность очень высокая и что выпускники, безусловно, без работы не останутся. И это та отрасль, которая будет активно развиваться во всем мире на очень долгую перспективу. На этом у меня все. Если у вас будут какие-то вопросы, я буду рад ответить. Спасибо большое, Илья. Представлюсь. Меня зовут Айсула Аманташева. Я со-модератор Капиталина Евгеньевна Турбиной. Я являюсь ответственным секретарем Центра устойчивого развития МГИМО и представляю эко-комьюнити МГИМО, сообщество экологов-международников при ассоциации выпускников МГИМО. Следующее. Я предоставляю слово Марине Сотовой, генеральному директору Цюрих надежное страхование. Марина, вы являетесь генеральным директором одного из крупнейших международных лидеров страхования компании Цюрих в России. В повестке компании Цюрих зеленая тематика заявлена очень активно и в рамках корпоративного управления, инвестирования, андерайтинга. Насколько актуальна эта проблематика для деятельности в России? И какие компетенции необходимы и какие позиции в компании могут занимать выпускники данной магистратуры? Спасибо большое за приглашение. Я тоже хотела поговорить о капитальном директоре, но вот она ушла. Может быть вернется. Если вы не против, я могу поделиться слайдами, которые принесла с собой. Мне кажется, что бывает визуально, да, может быть даже лучше информация воспринимается. Сейчас я еще раз попробую нажать на... Алло, слышно меня? Да, 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 слышно. Скажите, когда будет видно. Сейчас должно быть уже видно. Да, видно. Отлично. Я, смотрите, ну я хотела бы, наверное, начать с общего. Конечно, наша группа уже довольно давно знает о тех целях ООН, еще до даже принятия этих целей. Группа участвовала в различных инициативах на тему изменения климата и, так скажем, наверное, да, может быть, другое было определение устойчивому развитию, но такие инициативы были. Например, фонд Surrey Foundation существует уже с 2009 года. Было много работы с сообществом на тему поддержки незащищенных слоев населения в разных точках мира, и эта работа, опять же, продолжается и сейчас, но уже в рамках, опять же, стратегии по устойчивому развитию. Ну, говорим, да, наверное, о том, каким образом бизнес любой, да, любой индустрии, вот эти цели устойчивого развития, о которых много говорится, на которые сейчас упор делают практически все страны, на что, где бизнес может повлиять, да, и вот, наверное, это вот как раз те, вот та концепция ECG, на которой идет пор по вопросам экологии, социальным вопросам и управленческим, и каким образом всю деятельность, которую ведет бизнес, можно интегрировать с этими концепциями, да, то есть мы говорим и про экологию, про изменение климата, про уменьшение выбросов, определенные цели для этого и задачи, да, стоят. Это тоже работа бизнеса для местных сообществ, опять же, по гендерному составу, да, нельзя это забывать, об этом на это тоже, на эту тему очень серьезно идут, серьезная работа, и каким образом бизнес себя позиционирует в governance, да, в управлении, борется и с коррупцией, и каким образом определяется вознаграждение топ-менеджмента. Все вот эти области, они комбинации, да, очень важны, и вот наша группа непосредственно своей задачей это ставит. Ну вот, наверное, если идти дальше, говорить уже более конкретно о ЦУРИХе, компания-группе международной страховой, да, которая, наверное, здесь, в данном случае, многогранна, как страховщик, как инвестор, как бизнес социально ответственный в обществе, и, конечно, как работодатель. Страховщик. Мы понимаем, что мы должны работать с нашими клиентами, определять те продукты, разрабатывать для того, чтобы клиенты могли, опять же, их поддерживать по переходу на низкоуглеродные решения. Сейчас уже в данный момент, да, есть примеры, когда мы отказываем в андерайтинге, если выручка клиента, связанная с углем, превышает 30% бизнеса. Дальше по, конечно, сегодня уже речь звучала про зеленые облигации, наша роль как инвестора. К 50-му году цель иметь портфель, институционный с нулевыми выбросами. Сейчас уже 4,6 миллиардов долларов инвестировано зеленые фонды. Про ЦУИК фондейшн я уже сказала, это, конечно, одно из направлений, это фонд, который как раз вот работает по направлению поддержки общества. Ну и, конечно, внутри мы тоже сокращаем использование бумаги, пластика. Об этом тоже много говорится и делается. Как работодатель в Work Sustainability, такое есть понятие, ЦУИК, соответственно, тоже смотрит на развитие персонала, для того, чтобы персонал внутри, та экспертиза, которая есть, она только, соответственно, увеличивалась. И вот как пример, да, аутсорсинг, он уже не в приоритете, никто не гонится за дешевым ресурсом, больше фокус на внутреннюю компетенцию. Что еще интересно я хотела рассказать сегодня, это, наверное, тоже заинтересует, как внутри гавернанс построен, опять же, по менеджменту устойчивого развития. И вот со ссылкой, да, на компетенции, которые важно развивать внутри компаний, и о ЦУИК как примерном случае. Конечно, все начинается с Совета директоров, который ставит, который играет активную роль в надзоре и реализации подхода к устойчивому развитию. В этом Совету директоров помогает Исполнительный комитет. И в Совет директоров утверждает стратегию, цели, комитет уже отвечает за интеграцию ECG, интеграцию уже в деятельность, в деловую практику компании. Дальше, следующий уровень, если идти сверху вниз, Совет менеджеров устойчивого развития. Здесь такой вот вольный перевод, наверное, может по-английски это звучит более наконечно. Значит, Совет менеджеров уже реализует цели в области устойчивого развития, внутри группы. И этот Совет, он состоит из руководителей высшего звена, из разных бизнес-подразделений группы, то есть из разных стран. Следующий уровень, это уже каждая страна, то есть уже локально, в каждой стране есть менеджеры устойчивого развития. В зависимости, естественно, от размера, то есть, можно сказать, не в каждой стране, но во многих. и есть некая команда в целом централизованная, которая, опять же, разрабатывает разные бизнес-идеи. И естественно, что в компании очень важно развивать компетенции, о которых много сейчас говорится, что это новые компетенции. Мы всегда знали и понимали, что нужно быть способны управлять изменениями, и сейчас очень много идет цифры. И вот уметь, опять же, управлять и быть лидером в этом новом инвайрменте, окружаясь, который окружает нас, при этом спуссироваться, опять же, на клиента и не забывать о том, что нужно знать сам предмет, о чем мы говорим, то есть, в каком бизнесе мы работаем. Есть еще такое понятие с точки зрения ESG, что мы должны теперь понимать, кто мы и кто наши заинтересованные стейкхолдеры, то есть, для кого мы в этом обществе, для чего наш нужен экономический рост, для чего мы вернее, осознанно генерить эти бенефит, но не только для наших акционеров, но и для стейкхолдеров, которые нас окружают, и какое влияние мы хотим оказывать в этом мире. И вот это все понимание, естественно, должно быть заложено в тех руководителях, в тех менеджерах, даже если смотреть на треугольник, на каждом уровне должно это понимание иметь место. Ну, наверное, все, что я хотела сегодня сказать, еще для примера, я потом могу прислать слайды, это публичная информация, я думаю, что тоже в части вот этой программы будет правильно определять метрику, то есть тоже, опять же, это не исчерпывающий может быть список, да, каким образом контролировать выполнение компании бизнесом своих целей, естественно, метрика, это очень важно, чтобы отслеживать и вовремя корректировать результаты. Вот, опять же, здесь есть и в части Impact Investments, да, и по поводу волонтерской деятельности, вот, если здесь видите слева, то есть очень много интересных показателей, которые, опять же, уже группа в нашем случае отслеживает, и я думаю, что это будет очень распространяться в дальнейшем, на любой другие компании, которые нацелены на устойчивое развитие. Спасибо большое, я, наверное, могу закончить. Спасибо большое, Марина. И следующий у нас спикер это Арсен Мартанян, руководитель департамента сотрудничества ООН, продовольственной сельскохозяйственной организации ООН. Вопрос к вам, Арсен, вы почти 10 лет работаете в системе ООН, в организациях, непосредственно участвующих в реализации задач устойчивого развития, это как решение продовольственных проблем в развивающихся странах, борьба с бедностью, рациональному использованию трудовых и природных ресурсов для развития национальных экономик. Расскажите, пожалуйста, о своей работе, приоритетах, взаимодействии стран на площадке ООН в достижении цели устойчивого развития, какие компетенции необходимы для успешной карьеры международной организации, и смогут ли выпускники или обучающиеся магистратуры рассчитывать на прохождение практики и проведение исследований, необходимых для ФАО. И второй вопрос сразу же я тогда лучше задам. мы знаем, что вы заканчиваете MBA в школе бизнеса в Гренобле. Это один из таких редких примеров специальных программ по формированию компетенций для менеджмента устойчивого развития. Какие дисциплины, на ваш взгляд, и формат обучения используется, в чем разница, кто ваш ментор и зачем вам, достаточно такому успешному и состоявшемуся специалисту необходимо получение степени MBA по устойчивому развитию. Арсен, вы наслышите. Да, и еще раз хотел поблагодарить за возможность участия. Действительно, очень рад спустя, наверное, 20 лет вновь оказаться в стенах храновом ЕМО, пускай и виртуальных, но коротко о себе. Действительно, я с 2005 года представлял Россию на различных площадках ООН, в том числе по тематике устойчивого развития в Женеве, в Риме, в Бакоке, и эта тема действительно только появлялась в глобальной повестке. Последние 9 лет я работаю уже непосредственно в секретарятие ООН, и в частности в штаб-квартире продовольственной и сельскохозяйственной организации в Риме. Но нужно сказать, что, конечно, тема устойчивого развития в трех ее измерениях, а мы ее рассматриваем обычно в комплексе социально-экономическое и окружающая среда, экологическое. Это на сегодня такой краеугольный камень в приоритетах ООН и в дискуссиях стран-членов. Это, конечно же, составная часть повестки до 2030 года. Ну и, разумеется, это также входит в национальные планы и приоритеты практически всех государств-членов ООН. Качественно новый этап, как уже отмечала Капитальна Евгеньевна в начале, начался в 2015 году, когда были сформулированы и одобрены на исторической сессии Генассамблеи цели устойчивого развития. И примерно в это же время также было заключено и Парижское соглашение по климату. Тут важно отметить, что уникальность цели устойчивого развития, собственно, заключается, наверное, в трех принципах. Ну, во-первых, это универсальность. То есть, впервые, в отличие ЦРТ, цели развития тысячелетия, ЦУР охватывает все страны мира. То есть, это не только цели для развивающихся бедных стран в достижении каких-то порогов развития, а это, конечно, всеохватность. То есть, это все страны мира и все сферы, в принципе. То есть, ЦУР, они действительно всеобъемлющие, они охватывают все сферы жизнедеятельности. Второе, что ЦУР были разработаны впервые именно самими самими правительствами. То есть, это не ОНовская очередная какая-то идея, а это действительно разрабатывалось непосредственно самими странами-членами, то есть, они полностью брали на себя изначально ответственность за выполнение. Ну и третья, наверное, особенность, что там действительно есть индикаторы. Понятно, что они далеки от коэффициентов показателей в бизнесе, но, тем не менее, они достаточно четкие, достаточно конкретные и в том числе предполагают добровольную отчетность, в виде добровольных национальных обзоров, PNRs, Voluntary National Reviews, которые, собственно, страны могут предоставлять на общее обсуждение в ООН. И, конечно, это был большой прорыв по сравнению с тем, что существовало до этого, то есть, конечно, в этом плане ЦУР они сделали большой шаг вперед. Собственно, почему концепция устойчивого развития сегодня завоевала глобальную повестку, на самом деле, постепенно приходит понимание, что современная экономическая модель потребления работает не так хорошо, как прежде. То есть, у нас по-прежнему преобладает линейная экономика, то есть, мы используем ресурсы, мы производим и дальше там происходят определенные, соответственно, выбросы, да, то есть, она линейная. Но сейчас, и по сути, мы потребляем больше ресурсов, чем мы генерируем. Но сейчас доля циркулярной экономики в мире, она устойчиво растет и уже сейчас по разным оценкам до 9% мировой экономики уже имеет циркулярный характер. Конечно, здесь, наверное, лидерами по циркулярной экономике является Евросоюз, хотя другие страны, они тоже активно инвестируют, в том числе и Китай, и Северная Америка. Ну, естественно, в России это тоже развивается. Ну, например, сегодня условно нам требуется 1,6 планеты для того, чтобы регенерировать все расходуемые человеческие ресурсы, водные, земельные, лесные. В целом, около 80% стран в мире находятся в состоянии такого как бы перманентного экологического дефицита, то есть мы потребляем гораздо больше, чем планета может восстановиться. Что касается ФАО, моей организации, то у нас самый широкий мандат в сфере устойчивого развития, он выходит далеко за рамки исключительно производства и потребления продовольствия, хотя это следует из названия организации, но тем не менее у нас мандат затрагивает всю экосистему, это и климат, и биоразнообразие, управление водными, лесными, рыбными ресурсами, почвой. В частности, по различным акценкам мы способны как организация обеспечить до 80% решений в рамках устанавливаемых на национальном уровне вкладов НДСИС, в рамках поискового соглашения. Примерно 30% выбросов парниковых газов, это несколько цифр я просто приведу для понимания. Примерно 30% парниковых газов производится в продовольственной цепочке от фермы до наемки собственного потребления. Также сельское хозяйство ответственно или виновно за 80% потерь в плане мирового биоразнообразия, 80% потерь лесов. Также сельское хозяйство потребляет очень много пресной воды, до 70% пресной воды в мире, на ирригацию соответственно. Ну и примерно четверть мировой энергии тоже тратится на производство и поставку продовольствия в мире. То есть, как вы понимаете, очень много возможностей в этой сфере жизнедеятельности действительно создать решения, которые могут заработать. Для этого, конечно, трансформация существующих моделей. И что произошло в последние годы, действительно, очень важный сдвиг. На межпроизводительственном уровне, наверное, пришло осознание, что без полноценного включения бизнеса, частного сектора, достичь глобальных ЦУР правительством в одиночку будет очень сложно. В принципе, уже пандемия, наверное, это тоже показала, и сейчас мы наблюдаем сокращение официальной помощи развитию, особенно на зеленое восстановление, и мы понимаем, что действительно роль бизнеса, она серьезно возрастает в обеспечении ЦУР, и меня лично это очень сильно мотивировало для того, чтобы поступить на редкую, пока сегодня даже на международном уровне специализацию по устойчивому развитию бизнеса в Геновольской школе. Ну, и об этом я могу сказать чуть позже, наверное, отвечая на второй вопрос. Но по поводу бизнеса могу сказать, что действительно он проснулся, и стратегии устойчивого развития сейчас получают оперативное внедрение в работу ведущих глобальных корпораций. Чуть медленнее, наверное, идет этот процесс среди малых и средних предприятий, но здесь тоже налицо большой прогресс, и появилось много действительно реальных историй успеха. Причем это именно речь идет об успешных финансовых моделях. То есть действительно это устойчивые бизнес-модели, это инновационные продукты, это внедрение полностью коэффициентов производительности, эффективности по принципам устойчивости. Некоторые компании практически 100% внедрили, Шнайдер Электрик, например, один из лидеров на этом направлении. Также появляются новые инновационные финансовые инструменты, это и социально ответственные инвестирования, и зеленые бонды, и различные даже устойчивые акции, которые привязаны непосредственно к выполнению различных ЦУР. И, конечно, здесь и акционеры играют очень большую роль, поскольку они действительно, ну, можно сказать, заставляют и мотивируют компании двигаться по пути устойчивого развития. И в России, мне кажется, этот процесс тоже активно развивается в последние годы, причем это не просто дань моде или какому-то тренду, это не просто следование отчетности или стремление заработать какие-то имиджевые преимущества. То есть, в принципе, есть вполне себе высококонкурентные бизнес-модели, и в целом в мире они стимулируются разными методами. Конечно, здесь регулятивные меры со стороны правительств, различные налоговые льготы со стороны государств, другие бонусы, но это в том числе и понимание самими компаниями, что есть новые возможности в плане открытия новых рынков, в плане расширения своих услуг, линейки услуг, внедрения новых технологий, и, наконец, это просто экономия стоимости произведенной продукции, что ведет к русску прибыли. Здесь тонн задает и Европа, Северная Америка Китай поставил задачу перейти к 2030 году на примерно цель около 40% продаж всех автомобилей это электрокары, то есть это очень амбициозная цель, сейчас у них 7-8% внутренней продажи, но такая задача стоит и она реализуется. То есть в Евросоюзе, например, циркулярная экономика, это действительно один из главных приоритетов сегодня, и они посчитали, что около до 600 миллиардов долларов дополнительной прибыли можно получить благодаря переходу на циркулярную экономику, то есть экономия на материалах в производственных отраслях, это переработка, повторное использование материалов, наибольший потенциал это автомобилестроение, другое машиностроение, оборудование, производство мебели, оптики, медицинского оборудования и так далее, то есть масса возможностей открывается здесь. Что касается опыта обучения на программе MBA, который у меня был до последних два года, и я заканчиваю эту программу буквально летом, ну могу сказать, что она построена, конечно, на практике, то есть у нас работали и работают в бизнес-практике с компанией, в том числе из международной консалтиками компании Капджи Мини, которые консультируют много ведущих корпораций в мире именно по поводу создания устойчивых, финансово устойчивых моделей бизнеса, то есть мы работали с живыми кейсами, мы работали с крупными компаниями, такими как Шнайвер Электрик, Фиат, и моделировали для них различные бизнес-модели по устойчивому развитию. Саму программу в Гренобле возглавляет Мишель Калетти, доктор наук из Миланского Политеха, один из лидеров тоже в мировом рейтинге MBA, то есть действительно направление устойчивого развития новое и для Гренобильской школы бизнеса, оно было запущено лишь несколько лет назад, а в моем потоке я изучал это как раз на базе московского кампуса Ранхиз, и могу сказать, что это первый выпуск именно по этой специализации. И как мне кажется, компетенция в сфере устойчивого развития это действительно очень хорошая инвестиция в будущее, поскольку в российском бизнесе понимание и интерес к этому направлению сегодня активно развивается. Марина до меня как раз рассказывала об этом, это действительно не только ESG, но гораздо больше, и это важно для повышения конкурентных преимуществ на растущих, в том числе так называемых зеленых рынках, с учетом новых барьеров, новых регулятивных налоговых мер, которые предпринимают другие страны. И, естественно, российских специалистов в области устойчивого развития пока мало, так же, как и, наверное, реальных бизнес-кейсов. И я так понимаю, что раньше управляющие структуры многих компаний в России предпочитали нанимать именно иностранных экспертов на эти позиции, связанные с устойчивым развитием, поэтому я думаю, что спрос на эту категорию специалистов на российском рынке будет только расти. Я очень рад, что МГИМО, как это часто бывает, является одним из первопроходцев здесь и инноваторов, и мне кажется, что предлагаемый МГИМО магистрский курс действительно охватывает очень комплексную основательную повестку и обеспечивает хорошую эквилицию между теорией и практическими знаниями. Поэтому еще раз хотел поблагодарить за приглашение и возможность выступить и готов ответить на вопросы, если они будут. Спасибо большое, Арсен, за такой интересный и полный ответ. Так, если вопросы у нас пока не поступили к спикерам, даю слово тогда Дарье Михайловой. Дарья Михайловая тоже является нашей выпускницей, является менеджером по развитию CG-практики в компании Уралкалий. Дарья, у нас к вам такой вопрос. Насколько актуальна стратегия в частности в вашей компании тематика CG, какие цели и какие сроки планирует достичь компания и как это влияет на международные рейтинги, в том числе условия кредитования, доступ на зарубежные рынки и конкретно в чем состоит ваша деятельность. распределитесь, пожалуйста, опытом своими личностями. Спасибо. Коллеги, добрый день. Спасибо большое за приглашение. Здорово, что у нас появился эко-комьюнити, и теперь мы чаще можем встречаться и обмениваться мнениями, узнавать, что происходит друг у друга. Пару слов скажу о себе. Я работала в консалтинге в области устойчивого развития в компании КПМГ, и будучи менеджером я перешла в индустрии и стала работать собственно в Уралкалии. Подпишусь, наверное, под всеми словами, которые сказал Марина и Арсен. Марина очень подробно показала, наверное, с точки зрения как это должно быть в компании, и у Цюриха это какая-то целевая такая модель, к которой все должны стремиться. Мы к этому же и стремимся, и за последние годы прошли достаточно большой путь. Понятно, что компания Уралкалии большая, практики были на достаточно высоком уровне, но когда последние годы такой существенный фокус на тему ESG был направлен со стороны финансового сообщества, началась более систематизированная, скажем так, работа, и еще раз все посмотрели на эту тему. У нас, соответственно, есть комитет при Совете директоров по устойчивому развитию, который драйвит всю тему ESG, утверждает стратегию, которая у нас была принята в 2020 году. важным таким моментом для нас стало то, что из пяти приоритетных направлений бизнес-стратегии одно из направлений это как раз развитие лучших практик в области ESG, то есть это формализовало наши взгляды и нашу серьезность намерений в этой части. А также в прошлом году у нас была принята ESG-стратегия, которая охватила основные направления в области ESG, то непосредственно она фокусируется конечно на наших воздействиях, но вот из-за такого интересного то, о чем рассказывала Арсен, что действительно сельское хозяйство как потребитель нашей продукции оказывает существенное воздействие с точки зрения ESG и на перспективу конечно мы как и наши конкуренты смотрим как мы можем в рамках цепочки поставок снижать воздействие и каким образом наша продукция может помогать управлять воздействием например с точки зрения выбросов парниковых газов, которые в сельском хозяйстве выше гораздо чем те выбросы, которые наша индустрия производит. поэтому конечно значение ESG принципиальное потому что ESG это по сути все нефинансовые вопросы которые есть в компании и все нефинансовые риски и им соответственно нужно управлять менеджментом. Компания у нас не публичная поэтому наверное нет такого влияния со стороны инвесторов но тем не менее есть четкое понимание что развитие ESG практик это вопрос доступа к капиталу и со временем этот вопрос будет усиливаться поэтому собственно важно чтобы в компании были целевые значения метрики потому что получение финансирования производится в привязке к конкретным метрикам которые компания на себя берет и последовательно достигает на данный момент у нас есть ряд целей в том числе по таким направлениям приоритетным как безопасность травматизм утилизация отходов и сейчас мы ведем активную работу сформирована рабочая группа по климату и ведется разработка стратегии именно климатической стратегии в компании где будут уже поставлены научно обоснованные цели в области изменения климата стратегии соответственно до 25 года так что на 5 лет это наш горизонт что делаю я в компании наверное просто чтобы было более понятно это достаточно такая распространенная позиция в компаниях российских координирующая функция как раз таки которая собирает все инициативы компаний в области устойчивого развития которые реализуют экологи безопасники службы персонала благотворительные проекты то есть директора по устойчивому развитию координаторы по устойчивому развитию они ведут внутреннюю коммуникацию чтобы все эти проекты нашли свое место нашли свою приоритетность были бюджетированы и соответственно отслеживают прогресс по их реализации и как итог представляют это внешним заинтересованным сторонам то есть тем же инвесторам тем же банкирам то есть та работа масштабная которая в компании ведется она коммуницируется вовне с точки зрения я пытаюсь вспомнить вопрос который из слова означало компетенции наверное самые важные немножко несложно если необходимо я могу их повторить ну я помню пока примерно компетенции наверное которые самые такие значимые если вот так вот анализировать то это проектная деятельность потому что по сути все задачи которые компания перед собой ставит все какие-то вещи которые хочет реализовать и достигнуть чтобы это сделать это проектный подход для этого нужен вот соответственно когда это проектный подход когда это работа с подрядчиками даже вот пресловутая подготовка нефинансовой отчетности которой все занимаются это как минимум работа с консультантами которые пишут отчет с аудиторами которые его проверяют с дизайнерами которые его делают плюс еще широкий перечень подразделений и руководство которому это все представляется и получается вот ответственные за устойчивое развитие в компании они находятся в эпицентре вот этой большой масштабной проектной работы и с этим всем справляются и координируют вот ну и конечно наверное это все-таки различные софт скилл с точки зрения коммуникации презентации и так далее вот поэтому опять же наверное повторюсь да на рынке есть спрос на на специалистов по ESG по устойчивому развитию причем команды сейчас расширяются то есть если раньше это были какие-то средние позиции сейчас средние позиции плюс позиции в топ менеджменте которые за эту тему отвечают позиции в топ менеджменте позиции среднего менеджмента плюс уже вырастают сами отделы в которых есть более младшие специалисты которые отвечают за отдельные направления в части именно ESG и устойчивого развития как такие отдельные функции поэтому тренд налицо Дарья спасибо большое за информацию как мы видим как наши зрители тоже участники видят профессия эколога международника она уже достаточно такая практическая если это раньше была какая-то непонятная для многих профессия чем занимается специалист эколог то сейчас я думаю всем это понятно интересно и магистратура нам только вот это такое большое событие для ему в том числе у нас поступило несколько вопросов по в чат если есть у кого-то вопросы кто хочет задать их лично очно то очень ждем вот есть еще у нас ряд вопросов которые я могу зачитать и ответить так нет тогда вопросы которые к нам поступили возможно ли получение гранта на обучение на данной платной магистратуре и какие условия его получения как говорил пока что этого не предусмотрено магистратура платная но мы стремимся к тому чтобы у нас появились в том числе и бюджетные места что необходимо сделать абитуриентом для поступления ну как уже тоже было сказано ранее это собеседование портфолио и экзамен по английскому языку какие критерии отбора кандидата какая стоимость обучения на этот год но также это тоже было сказано ранее 840 тысяч за два года также могу отметить что оплата возможно по семестрам то есть не сразу за два года а по семестровой оплаты есть ли ограничения по возрасту нет законодательством ограничения по возрасту на поступление магистратуры у нас не предусмотрены будут ли опять бюджетные места снова нет пока бюджетных мест у нас нет на этот год но на следующий год уже будет видно Могут ли засчитать результаты госэкзаменов по английскому, если учился МГИМО? Вы сдали госэкзамен на такую-то оценку, это вполне могут засчитать за вступительный экзамен. И хотел бы отметить, что когда вы будете писать заявление, вы можете выбрать две магистратуры только, и ту, которую вы указали первую, на ту вы будете в первую очередь поступать, потому что, возможно, такой вариант, что абитуриент поступает на обе магистратуры, то ту, которую он указал в приоритете, соответственно, он на ту в первую очередь и поступит, он должен будет ее выбрать. Поэтому, когда вы будете делать выборы, к этому нужно идти очень осознанно, какую первую магистратуру указать. Всех я поздравляю с открытием этого направления. Спасибо большое выпускникам. Также Арсен и Марина, я вас приглашаю вступить в наш эго-комьюнити. У нас много разных событий. Благодарю Илью Мельгизина, что он смог очно поучаствовать и представить магистратуру совместно со мной здесь в Сенак-МГИМО. Это большое достаточно событие для института в целом, поэтому спасибо вам большое. В любом случае, если у кого-то появятся какие-то вопросы и после нашего эфира, мы будем рады на них ответить. Все, спасибо большое. Со всеми прощаемся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.